всем привет и ты попал на канал вилка а это значит он уже налить себе чаю взять печеньки готовится к лучшему время при прождению за день а мы продолжаем с тобой черепашки ниндзя 13 серия уже представляешь себе как мы быстро идем вот надеюсь тебе понравилось там 2 серии вместе или или это был бы эту а это до этого 10 11 ладно просто надеюсь надеюсь что ты проверишь что ты подписан на канал или нет если ты не подписан то обязательно подпишешься поддержишь вот если ты подписан уже тут и молодец сразу ставь лайк на серию и мы правильно посчитал это прошлой серии были шейдером нет 10 11 с шейдером потом 12 1 было это где супер герой был какой-то и вот сейчас вы спрашиваете что делает черепашка в здравом уме в заброшенном туннеле метро глубоко под землей таком старом что хватит легкого шума чтобы он начал рушиться плюс какое-то чудовище войдет на на что есть мочи хабан хабан занят я и сам задаю себе этот вопрос это странные серии пошли просто после битвы с шредером то супер герой тут какие-то монстры вот у нас был шредер шредер это главная линейка я так понимаю сюжетная линейка вот и они такие типа добавим новых врагов и за блин я просто знаешь как это выглядит у меня пока что они такие типа вот главная сюжетная линия ага мы победили типа врага дадим ему время на реабилитацию чтобы он вылечил чтобы не сразу был полностью здоровым а все-таки вылечился и вот он появится у нас там серии 20 предположим и вот к этому к этой серии мы пока будем разбавлять какими-нибудь новыми сюжетами персонажами сражение вот что-то такое типа ну типа филе супер черепашки ниндзя посмотрите вот мы раз-два-три-четыре славы мы не ищем ты он и я город свой очистим мы огнилья огнилья раз я это снова мы научилась драться наш сенсей два появилась банда это значит бей три дня врагам пощады у нас хватит сил четыре пусть получит каждый что заслужил а в оригинале что это перевод хорошо быть хорошо быть супер ниндзя черепашкой например черепашки мутанты ниндзя но а я за что подумал а если бы шредер их нашел когда они мутировали и самого начала бы воспитывал их прикинь они были бы его оружием и супер ниндзя не были бы которые работали бы на шредер сразу и да и они бы придумали что все ну типа это правильно то что они делают и работают наши теперь я укатываюсь у меня двигает все время сейчас вообще сижу смотри ровненько по красоте сижу хочешь подвинься еще с фильтре черный белый приключения байки подземелья часть 1 а доктор я не видела ничего подобного я тоже был бы и я все больше убеждаюсь есть вещи в которые человеку лучше не вмешиваться я горюк я слегка он ненормальный я даже съем жука лишь бы продать машину очень вкусно у нас лучшие подержанные машины в городе эй дони чем занимаешься проверяю кристаллы которые мы здесь нашли пытаюсь их классифицировать но в книгах ничего подобного нет микроскопические составляющие связаны почти как мутировавший клетки мозга что ты сказал фильмы ужасов вспомнил есть вещи в которые человеку лучше не вмешиваться хотя про черепашек там ничего не сказано донателло что это что происходит откуда этот шум я пока не понял нам грозит опасность донателло возможно совпадение энергетических потоков кристаллических структур ты сам не знаешь абсолютно я так и думал первый раз когда донателло что-то не знаю нужно в календарике пометить а что это включила сигнализация в одном из заброшенных тоннелей ого что за крысы совсем распаялась да пора ставить мышеловки а где я видел в новостях что ли или где то там то ли в австралии крысу то ли где то там поймали показали там вот такая вот полтора метровая махина была что ли или метровая махина огромная огромная крыса кошмар нам нельзя обнаруживаться спать-ка скорость у до у до и до у до очень странно что там у тебя такие следы интересные пингвины да как как человечек до пингвины такие типа вот когда они катятся на своем животе гунести прыж ножки такая лапки вперед и типа как пингвины пенки принял какие-то непонятные следы как будто камень расплавили кто-то прогресс туннель в цементе окажется к молекулы будто расщеплены может это какой-то химикат кислота точно как фильмах ужасов при первой встрече с монстрами первый всегда погибает вы поняли намек успокойся майки мы выясним что это что это еще одна загадка одно можно сказать наверняка такого я еще не видел хватит я сматываюсь уже эти фильмы смотрятся с ужасами у него типа вот эти флешбеки все похоже как на фильме и все он понимал начинает паниковать автоматически вот если ты смотришь ужастики где в хижине происходит что-то страшное там монстры начинают появляться и ты в этой хижине ведь я примерно похож цена и ты тоже автоматически начнешь пугаться что будет если скрестить черепаху из зайца микеланджело мне тоже нужно вернуться проверить образцы и выяснить с чем мы имеем дело то есть мы камень настолько жесткий что вы не берет кислота но какой но что-то его продырявило прикинь что значит это твоё хорошо или плохо фильмах герой либо находит у монстра слабое место либо прощается с жизнью слушайте нельзя недооценивать монстров спасибо что скажешь донателло похоже это существо способно растворять камень такая способность отличное приспособление для обитания под землей мне кажется твои ответы ничего не проясняют настоящий исследователь сначала собирает максимум информации а потом делает выводы кто со мной на разведку в туннеле если враг там лучше найти его первым кто за скажите да да выдают удачи дети мои вы начнете с целыми и невредимыми да братья мои счастливого пути и вам пошли блин я хочу чтобы у из-за того что майки пересмотрел много этих фильмов я хочу чтобы он был соответственно подготовлен то есть все как всегда там да с палкой там мечами а у него короче колье вот здесь висят святая вода там вот что-нибудь такой серебряные пули да и чтоб он по классике да папа папа по классике ужасно после вас это уверен что хочешь последним последним чтоб свалить а еще знаешь как надо было ему поступить а он такой после вас все заходят он потом закрывает пароход какой-нибудь доской убегает заброшенное метро сначала 20 века здесь осталось много заброшенных тоннелей метро заброшенных так вот кстати интересный момент я чарну часто вижу всяких мультиках фильмах сериалах там потому что реально в играх что бывает какая-то там метро заброшенная там я не знаю ее там из-за каких-то ситуаций и бывает закрывает в принципе за ненужности и его до где-то стоит другой прокладывает там другой путь соответственно и все такое вот и просто у меня вопрос насколько это правда интересно здесь и вот неужели реально можно взять и закрыть метро из-за того что она на применение особо нужен мне особо пользоваться это же сколько денег и в бухали чтобы его отстроить выкопать сделать а потом просто тогда оставили и все его не используют же так нерационально в моей голове так нелогично что всегда я думал что это ну просто художественный да художественный вымысел чтобы просто нужна локация которая заброшена пусть будет метро вот но я не знаю на самом деле реально если такие метро потому что у нас в городе в принципе метро не стоит у нас даже забрасывать нечего вот если бы что забросить но хотя бы одна станция была бы уже хотели по моему как-то провести да и не раз хотели просто очень неподходящий у нас кстати метро было бы вообще очень удобно с учетом того что город продолговатый полностью как колбаска очень удобно из одного конца в другой добираться и в одну ветку одну ветку сделай и все и даже разветвлять и не надо как в чехии в чехии же тоже не так много ну вот в общем интересная мысль короче что пишите поэтому а вот в москве до москва и франция два города посмотрите метро франции если интересно что там не такое было большое мне кажется москве больше сложно ориентировочная да я честно даже не помню ну ты в нем разбирался всеми то они на одну по одному принципу работают мне кажется все легко вы понимать что там как делать особенно когда живешь в городе с метро и потом по аналоге вообще легко дает зона я только в питерском шаре эти скрип похоже опоры давным-давно прогнили советую идти как можно осторожнее следов существа нет ребята опять эти пингвины ничего идем домой всем забереть а а а а а ты не забука понял понял мэти другой раз бери с собой капли да и как они помогут остановить гигантского жуткого и безобразного монстра так это мы дошли вот с этого началась и если ты его фантазии он себе такого придумал они на самом деле такого не видит но тогда надо класть его в психи в психлечебнице пока повод и что там еще делать и лечиться а если он придумал а если каждый монстр которого он все придумывает оживает джуманжи какой-то смотри интересная мысль интересная мысль пошла я считаю что на шреды держался весь город вот он был политически и экономически стабильный только благодаря шредер потому что пришедали не летала никаких супергероев пришедали не бегали какие-то монстры все было стабильно хорошо шредера не стало что ли супергероя суперзлодеи какие-то монстры поэтому шреда это правило что держит там же тоже куча всяких монстров почему у них не стабильно потому что там нет шреда логично потому что шредер где-то шляется в другой вселенной лучше просто не бывает одну секунду а чудище выжила подумай сам рав она же камень плавит ну да наверное я забыл потому что ты пытался не дать себя похоронить в обиджалом туннеле а ну-ка успокойтесь идемте дальше погнали ну хочу дальше даже не так глубоко раз за этот забегают, заползают Больше не могу У меня все тело болит Устроим привал? Ты первый караулишь Я готов Как же громко они звенят Убор стал Убор стал Убор стал Что происходит? Приснится Убор стал 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 Прекрасно. Мост разрушен. И что будем делать? Слушай, здесь даже мост какой-то каменный, кирпичный из блоков. То есть здесь какая-то либо люди какие-то жили. Возможно, это забытая цивилизация. Древние. Да, или еще что-нибудь такое. Скорее раз! Вода здесь! А ну, понеслись! Майки! Я же говорил тебе, никаких фокусов! Она скользит! Будем прыгать! По команде! Раз! Два! Три! Это суперсложный трюк. Выглядит, по крайней мере, очень сложный. Возможно, даже неправдоподобно. Но 9 из 10 за элегантность ставлю. Люблю хорошую встряску с утра пораньше. И как мы вернемся домой, когда тут камнепад? Посмотрите. Не хочу вас пугать, но эту дверь выбили изнутри. Кто-то стремился выйти. Кто-то очень сильный. Но это не страшно. Это просто ужасно. Тише. Вообще не помню. Сейчас эти знаки Шредера будут стоять. Опять он здесь, наверное, опыт какие-то. Интересно, что это за место? Вильстокман. Хочешь догадку? Нет. Вообще, кстати, не очень понятна боязнь Майки. Потому что он сам монстр. Объективность оценивает. Черепашка, похоже, которая выглядит как человек. Это монстр. Но он безобидный. Ну и ладно, он же монстр. Безобидный, пока не дерется. Так можно вообще любого бояться. Если маньяк, он тоже как можно его бояться. Он и не монстр. Можно бояться и монстров, и не монстров один. В плане физиологии он не монстр. Он как бы монстр в поступках. Но не может. На русский язык фильм дублирован студией Пилот. Киев 2002 год. Что ж, продолжаем Red Bull. Я, кстати, не понимаю, что за прикол, почему это так происходит. Вот берет он сам по себе. Он любит Red Bull. Ну ладно, не так страшно, потому что все равно этот нас делать надо. А тут звук записываться было. Здесь есть оборудование, связанное с физиологией, биологией, генным анализом. Я думаю, это генетическая лаборатория. Здесь проводили опыты с мутацией. Что-то тоже странное. Работает сигнализация в полностью разогромленной, сломанной лаборатории. Мне кажется, тут уже все сигнализации, которые могли быть, они уже должны быть активированы. А те, что не активированы, они уже должны были быть сломаны. Что это такое? Очень похоже на силовое поле. Что? Что такое? Что-то мне подсказывает не трогать это. Ты думаешь? Дон, ты в порядке? Похоже, это силовое поле действует только на живую ткань. Жаль, что мы издеваем и состоим. Донни, что нам делать? Я думаю, думаю... Превращаться в блинчик. Дом и быстрее, иначе мы здорово похудеем. Кристалл, от него исходит энергия. Ра, твой сай может пройти через поле. Слышала, как он назвал сай? Знал, что они так называются? А я вот, наверное, знал, но я забыл. Надо бы не забыть, потому что я всегда называю оружие всех, а... Я думала, что вот трезубцы какие-то. Нет, там вот какое-то название, да, такое недлинное. Наверное, сай как раз-таки. Ого! Метка! Здесь и дело конец. Забавно, метка, с учетом того, что он кидал как-то, ну, типа, вот так. Он кидал вот так. Вот так. Вот так. Да, и он даже, понимаешь, он даже не вот так, типа, а вот так. Это только начало. Может рука у него. Смотрите. Ладно. Вот оно. Забираю все свои слова назад про стабильность Шредера. При Шредере было нестабильно. Вот без Шредера. Ого! Это знак Шредера. Как у нас неприятности, так этот знак тут как тут. Вот, вот, вот. Что в этот раз? Сейчас выясним. Здесь что-то вроде видеоархива. Попробую-ка я получить к ним доступ. День первый, начало проекта. Шредер уверен, что его враги затаились под землей. Но нашим солдатам не удалось их обнаружить. Отделу генетических разработок было поручено подвергнуть объекты мутации, чтобы они могли проникать под землю. Объект испытывает дискомфорт, но это небольшая помеха. Бедный парень. Начинаются какие-то странности. Начинаются. День 345. Эксперимент можно назвать успешным, хотя у объектов ограничились интеллектуальные способности. День 575. Объекты проявляют признаки нестабильности. Стали злобными и раздражительными. Некоторые аспекты эксперимента вышли из-под контроля. Не слишком ли на многое мы замахнулись? Возможно, есть вещи, в которые человеку лучше не вмешиваться. Этот момент в фильме ужасов вам вряд ли понравится, ребята. При помощи использования шоковых... Блин, что-то он так прикольно про эти все ужастики рассказывает, Майки, что мне, короче, фильм захотел сказать, что с ужастиком посмотреть. Какой? Не знаю. Стимуляторов, мы обучили эти существа уничтожать следы своего пребывания. День 699. Проект полностью удался. Наши создания обнаружили признаки жизни под землей. 699. Это два года они над ними работали. Они черепашек столько не знают, поэтому, скорее всего, речь не о черепашках. Наверное, о тех пришельцах. Может, пришельцы под землей тусили, может, еще кто-нибудь. Ну, явно не черепашки. Они их доложили Шредеру. Мне сказали, он доволен. День 733. Найденное нами убежище не то, что ищет Шредер. Он объявил проект неудавшимся. И приказал немедленно прекратить работы и уничтожить объекты. Прикольно, прикольно. А я думаю, он сейчас только в обмороку пойдет. Я редко с ним согласен, но он прав. Согласен. Нам пора. Уходим. Так, два. Красный, синий, каменный. Три всего лишь. Был. А я еще думал, их пять. А может, они их пять. Ребята, это ведь не конец фильма. Правда? Продолжение следует. Так-то жестко. Так-то, да. Ну, интересно. Не знаю, насколько это сюжетное. Потому что, опять-таки, появятся они вообще в будущем или нет. Если от них ролик... Мне кажется, это какие-то эксперименты Шредера. Эксперименты Шредера тоже могут быть просто филерными. Ну, есть пару серий подрались и забыли о них на оставшиеся пять сезон. Потому что я такого не в мультиках не помню. В каких-то лорах тоже особо такого не помню. В комиксах, там, в фильмах вообще такого тоже не помню. Возможно, это так чисто. Потому что просто не помнишь. Может быть, может быть. Возможно, это прям сюжетный. Будет часто появляться лучшие убийцы, там, какие-нибудь помощники Шредера. А может, опять-таки... Нет, мы что делаем? Две серии подряд? Да, можно объединить. Ну, значит, мы еще увидимся. Всем привет! И ты попал на канал Вилка. А это значит, что нужно лить себе чаю, взять печеньки и готовиться к лучшему. Время при прождении за день. А мы продолжаем с тобой. Чего? А зачем я делаю приветствия, если у нас в серии подряд идут? Ну, ладно, предположим, идет серия подряд. Вот, первую серию мы записывали здоровые. А сейчас сидим мы такие вот такие. Мы болеем чуть-чуть. Вот такие немножко не очень сидим. Без сил, без энергии. Но контент превыше всего. Ответственно подходим к работе. Подожди. Будь здоровым. Нет, не буду. В общем, если у нас что-то с голосами будет, это знаете, что мы болеем. Начинаем. Меня зовут Донателло. Я ученый и люблю исследовать новое. Но я даже не предполагал, что изучение кристаллов, которые мы нашли, разбудит чудовищ подземелья, приведет нас глубоко под землю, и мы окажемся в заброшенной генетической лаборатории Шредера, где по его приказу творились ужасные вещи. Возможно, есть вещи, в которые человеку лучше не вмешиваться. Ребята, этот момент в фильме ужасов вам вряд ли понравится. Вы думаете, обладая научным складом ума, я не верю в монстров? Но вы ошибаетесь. Очень ошибаетесь. Часть вторая. Ну и задаст же нам сенсей. Это жестко. О, ну все. Так, вы займитесь тремя слева. Да их всего трое. По одному на каждого, а я четвертый лишний. Да? Понятно. Нормально. Ой, класс. Обожаю. Я считаю, что это лучшая стратегия. Вы займитесь теми тремя, что спереди, а я пойду отдохну. Отдохну. Я домой, я побежал. Мне, в принципе, здесь не рады. Мне нравится, как раз на это реагирует все. А что сказал? По одному на каждого. А я четвертый лишний. Да? Понятно. Понятно. Ну, Раф как истинный ФСБшник. Он такой тип. Понятно. Вообще ноль эмоций. Всегда, когда Никеляншему что-то Рафу говорит. Раф такой. Ой, больно. Вон так смешно ходит. Интересно, да? Почему монстров главное три, а черепашек четыре? Я считаю, это, во-первых, не состыковочка. А во-вторых, на кого ставишь? На мутирующих черепах или на мутирующих людей? На черепах. Нет. На людей. но как обычно делают у таких существ типа внутри вот они же желудка плюются и у них соответственно там какая-то иммунная защитная пленка да но если он будет плевать на носи на руку он тоже поражет то есть это только внутри он тут главный грызала грызет границы науки смотри по сторонам дурачок ты назвал меня дурачком ты что я не дурак я эксцентрик прав сказал что я дурак ты слишком чувствительный чувствительный я терпеть не могу когда меня называть чувствительным вроде бы сюжетная серия по в принципе да какой-то видимо сюжет сюжет а такое ощущение что серия про майки его какие-то страхи а тут показываются его вообще мнения шутки важный момент люди которые сегодня смотрят вот который ты вот прямо сейчас смотрят черепашек ниндзя на бусте соответственно пятницу будет стрим на котором будут черепашки ниндзя поэтому в пятницу игра игра не мультик вот он в пятницу залетайте на стрим на ютубе соответственно смотрите мы сначала 2 закончим а потом думаем поиграем вместе вдвоем в 2003 года вот это вот короче прям сюжет такой же сначала мы посмотрели сейчас будем играть то что уже посмотреть чтобы спойлеров не классная я играл так она прям отсюда вроде бы как вот а для тех кто на ю тубе смотрят и случайно стрим пропустил ты обязательно вернись назад и посмотри интересные в аватаре ну в аватаре тоже но давай своего мы здесь заводить не будем сматываемся вот это самый жесткий мне кажется он самый хилый как будто бы ему там ножки по коленным чашечкам ударил он развалится а вот тут блин большой громил его вы сколько не бей мне кажется вообще пусть ну и больше не храни получите они еще говорите мне никто и не нужен никого не сделать ну а у него и смотри по ножке у них может шиза они думают что это тоже ученые пытаются там опыт и делать то есть них защитный механизм они вроде бы где-то в голове внутри еще люди но снаружи нет и возможно внутри немножко затуманен разум и они пытаются защитить и спастись и почему вы на нас напали знаешь майки они нас с кем-то перепутали отлично потрясающе нас отделывает под орех вместо кого-то другого я предлагаю уносить ноги бежать это не мой стиль это на птическое отступление скорее мы уходим на наш оборота нет надо чтобы они во первых сделали как истинный ниндзя а во вторых как рафаэль во многих вариации про проектах домовую шашку такие исчезать да 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 sin blahne отступление с этим я смирюсь она заперта одной рукой пытается самой тут и второй возьми как бы ну одной рукой это силы рычага и задействованы чтобы двумя руками захлопнет и в итоге все закончится как просто квашено знаете почему мы раньше такие злые были потому что у нас велосипеда неба и третий с потолка сейчас будет огонь но он его спас спас же его леонардо он такой тип нет они наши кстати это вы чё поболтайте скажи что-нибудь спокойно не волнуйтесь кто вы такие насчет нас вы ошибаетесь тогда почему они у вас постойте мы нашли эти кристаллы в пещере где живем вот и все да а вам то какое до них дело эти кристаллы воплощение зла зачем вы сюда пришли затем что одна из своих страшилищ стал у нас вынюхивать вот мы и пришли кое-что разузнать вот и все я леонардо а это мои братья рафаэль донателло и микельанджело нет им повезло что они эти монстры разумные если бы эти монстры были бы просто монстрами то ему вообще нет что дикий нрав вот это да когда кристалл включился его сила повлекла нас к вашему жилищу интересно кто же мог это сделать их энергия для нас знак опасности мы решили что вы ее источник хотя обычно она приходит из глубин из глубин так что внизу есть еще кристаллы мы просто хотим узнать откуда они взялись и может быть нет это запретное место там среди кристаллов обитать вот эти монстры они как будто создатели этих монстров вдохновлялись покемонами там типа что-то похожее есть с прям с такими же ногами вот и тот какой-то каменный не знаю почему-то у меня прям ассоциироваться с покемоном просто здесь их сделали более страшными более ужасными а так тоже такие покемоны нечто ужасное есть вещи в которые человеку лучше не вмешиваться он и вправду странный а я им не доверяю нет ну подожди превращение в монстр это сложный процесс это там наверное им днк меняют на что-нибудь потом это синтезируют она срастается 99 процентов подопытных умирает там какая-то ну просто это с точки зрения биологии чтобы вернуть их людей надо восстановить днк вот это все строение потому что организм опять адаптировался так что даже если у них это получится скорее всего для всех троих это летальный исход почему а вдруг они есть монстры для некоторых мы тоже монстры неужели шредер подверг вас генной мутации чтобы искать врага с вашей помощью да и без всяких угрызений совести теперь мы вынуждены исполнять его приказы ну как вы к нему попали так а зачем я не понял зачем они сейчас злятся они вину типа их насильно что ли протели в монстров похоже что да так мне мне кажется уже в той серии такого не было я не помню сказано просто смотри шредер этот самый как бы батя там самый главный лидер у него есть клан ноги которые все ему подчиняются там есть какие-то слуги там работник он же мог сказать кто хочет пойти за мной и следовать моему пути ниндзя все таки я я я вам бы всех вы забрал вот использовал мужской и они вы стали монстрами такие о да великий батя мы поклоняемся тебе может там здоровье нужно еще что-то такое но не все его войны крепкие здоровье может быть если если как они ложатся быстро просто мне почему-то кажется они по своей воле сюда пришли но мое мнение покажет откуда с улиц из кабинетов домов отсюда куда могли проникнуть его воины мы не знаем почему выбрали видишь как тебя зовут я зверь с третьего отряда других зовут камнелом и бритворук нет я спрашиваю не о кличках настоящими семян этот эксперимент он уничтожил наши воспоминания о прошлом да мы видели видеоархив но шредер он свое получил да он решил потягаться с черепашками ниндзя этот урок он запомнил вот если бы они сейчас объединились и всеми урок то уже дыр бы вообще шансов не остальные они задели сигнализацию в восточном тоннеле скорее нужно активировать энергетическое поле у меня у меня гает памяти стерли из прошлой моей жизни вообще ничего не помню но профессионально владею а идти сейчас как накликаю будучи монстры хватит твердить нет нет я это ненавижу сейчас донателло починит смотри с полезно поле не включается у нас нет ни энергии не силового поля мы уже видели ваше силовое поле а потом раб его сломал что там такое это видимо какие-то другие монстры которые у которых мозг не пробудился вот это есть умные а есть короче не умный остальные подопытные как и мы они бродят по туннелям а почему их нужно задержать они нападают короче вот я сейчас слушаю как он озвучивает этого монстра и меня так жалко становится этого озвучатора то что у меня потом горло болит очень сильно то что я тут последний воронина мне потом по за я 25 минут вроде озвучил у меня так горло болело потом я думаю вообще жесть но попытка не пытка вот и он тоже так азвучит я прям на себя ну уже как-то с каким-то определенным опытом грубо говоря на себя перекидываю капец меня в голову умер а не бешеный разум покинул их после генной мутации да а почему вы не такие в будущем нам тоже грозит безумие капец в кристалле не осталось энергии мы погибли мы погибли а оружием с ними не справиться без силового поля нам их не удержать это один большой мегамонстр знаешь что меня совсем уже запугал ты всегда такой пессимист так вот зачем эти кристаллы источник энергии да но у нас был только один мы дорого заплатили за него там в катакомбах ну может возьмете наш слишком мал ненадолго хватит нам нужно только продержаться пока они не уйдут давай смысле пока они не уйдут они такие придут такие о силовое поле ну мы пошли ну нам тут не пройти вернемся через пять лет вот закройте дверь скажите никого дома нет они стучатся вы просто игнорируете цыгане да не включается а он почему то не работает может повреждены контакты и сигнал не проходит а может ты поставил его вверх ногами а ничего подобного майки реально поставил по любому вверх ногами я вот прям отвечаю по вверх ногами а зачем вот они такие же получается нет ну что-то подобное они там это поле отталкивало все органическое кроме каких-то предметов и вещей эти чуваки эти они стоят у двери то есть когда поле начнет толкать она их вытолкнуть же нет ну да наверное так полуете о ладно попробуем еще раз так 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 подожди если этих монстров делали ради того чтобы они будь здорово они ходили за кристаллами то есть у них была какая-то не знаю чуйка на кристаллы а следовательно не пришли сюда потому что наверно тоже почувствовали эти кристаллы так надо просто выкинуть кристаллы и все и нет нет проблем а 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 сейчас такие в карманах были на я у нас собой взял а я в дурака думал поигра ну ладно не хотят как хотят пойдемте между собой чуксора но завтра они вернутся как всегда уйдите до завтра то вам нужен кристалл побольше нам не пережить второго спуска запретную зону а что там такого запретного катакомбы тянутся на километры вглубь нас заставили их осматривать многие не вернулись а может они заблудились их похитили внезапно и тихо нет никаких следов борьбы они просто исчезли так я вас хорошо понимаю но спуститься нужно вам нужен новый кристалл а раз уж мы испортили вашу систему защиты мы пойдем с вами верно абсолютно а еще не сказал то мы почему продолжаем подряд смотреть то что это две сюжетные серии или три возможно они уже поняли блин конец серии надо сказать мало лично знаете у нас рядом есть автомагазин там сейчас распродажа с генератором я сбегаю куплю может быть подойдет машине давайте поскольку а руках майки все время пытается убежать оттуда неважно драка это или вы просто идти куда-то нужно не бойся его как бы боишься ты чего это не главное черепашка не боялись этих боя большая мега черепаха по ходу тортилла главное больше себя видели нет бог те черепах вас надо бояться майки как этот его как будто заставляют типа дома убраться или посуду помыть он каждый раз от маски пытается мы еще 5 минут посуда это сама помоется так подойдем к этому разумно майки я поделюсь с тобой разумом а так я значит еще и безмозглый наверное поэтому я думаю и зачем мы идем в такое место которого даже монстры боятся потому что серия про него короткий путь какому мутанту пришло в голову назвать это прости вы же не можете лазать по стенам вы больше не забывайте об этом ладно фу кто-то отрезал сыр на это запах серы майки хоть я и вырос в канализации этого ни с чем не сравниться мы должны идти вперед здесь бродят остальные это их зона да так что мы научились выживать в этих местах иначе нельзя А остальные как пойдут? Филюк кошка должна бы тянет. Вон жду и стука. Лео, все в порядке? Ого, еще немножко и было бы все. О, смотрите под ноги. Там же давление у них еще наверно. Почему? Не вода же. Мы пришли. Что-то место не выглядит таким, куда можно прыгнуть и легко выбраться обратно. Такое ощущение, что путь в один конец. Да. Так ничего, ребята, разворачиваемся. Прыгать вместе с монстрами со скалы не самая удачная мысль на свете. Зато самое противное. Похоже на гигантский унитаз. Я что, туалетный черепашонок? Туалетный черепашонок. Туалетный черепашонок. Хромозвание серии. О, нет. Слишком сильное течение. Не хочу, чтобы меня смыло. За голову его вкусь. Отпусти его голову, камнелом. Еще раз так сделаешь? Узнаешь вкус настоящих черепашек. Далеко нам еще до кристаллов. Они здесь, в катакомбах. Но теперь старайтесь идти как можно тише. Эй, Майки. Узнаешь украшения? Ого. У нас в убежище точно такие же. Да. Видимо, один художник. Кстати, да. Прикинь, я сейчас к ним домой приду. А что думаешь, это сплинтер? Потому что однажды они к нему ходили. Он их всех отпинал. И теперь сплинтер. Гроза монстр. Хорошо. Этот кристалл подойдет. Глубже идти нет необходимостей. А сейчас лифт сломают. Ловушка или монстр сейчас на ее выходе будет. Ребята, 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 подождите. Ребята, там монстры. Прямо за мной. Скорее. Нам нужно укрыться. Этот путь ведет. Нет выбора. Скорей. А кислоту можно? Ну кислоту. Вот. Даже кислота не работает. Смотри. Отойдите-ка. Давай, давай. Переверни. Готовы к битве. Знаешь, я тут думал... Получается, что в этой серии у Металанджело более гениальный, чем Донатэро. Да он вообще. Да они реально к сплинтеру идут. Сработало. Это они попадают, походу, мне кажется, к нашим друзьям из космоса или из будущего. Там вот эти, которые на колясках. Он исчез. Через пару минут мы тоже исчезнем. Блин, прикольная серия. Здесь так много персонажей. Это все? Да блин, быстро. Я не скажу, что монстры прям какие-то супер детализированы на 2023 год. Но даже на тот момент, наверное, на 2003, они прикольные, да, они разнообразные. Их как бы нарисовали, накалякали, там все очень прикольно, да? Да, и расцветка у них такая. Серия довольно-таки быстро пролетела. Но тут не скажу, что было много чего прям такого сюжетного. Очень много можно даже было вырезать. Пока они вот это вот путешествовали 20 минут, грубо говоря. Это поход Хоббита просто. Да, поход Хоббита, ну, посмотрели, тоже как бы увидели, как далеко они забрались, сколько трудностей и препятствий. Шуток было. Шуток, сколько тут препятствий они преодолели. Мы поняли, что всегда, если не входит, то переворачивай. Микеланджело гениален в этой серии. Вот такая серия, и мы... Что ты хочешь добавить? Нет, все. И мы идем к следующей. Продолжаем. Я прям... Серию. Шмыгнула. И ты прям сразу включил. Ладно, продолжаем. Знакомьтесь, камнелом, притворук и зверь. Выглядят они чудовищами, но когда-то были обычными людьми. Пока Шреддер и его ученые не провели над ними генетический эксперимент. Из-за которого они скоро должны лишиться разума, как другие, над кем поработал Шреддер. Единственное, что оберегает зверя и его друзей, это силовое поле, активируемое кристаллом. Но все кристаллы израсходованы, а другие можно добыть лишь в запретной зоне. Можно было, короче, в первую серию вообще не смотреть. Посмотреть вступление во второй серии, посмотреть вступление в третьей серии и полностью третью серию. Тогда мы быстренько посоверили бы трясение. Это звездочка. Это реклама? Нет, просто чтоб ничего не подумали. Там среди кристаллов обитает нечто ужасное. Это запретное место. Но выбора нет. Поэтому мы решили спуститься туда, где нас ждут большие неприятности. Зачем они так жестоко про сплинтеры говорят? Мы говорим, пошли туда, где ждут нормальные сплинтеры, никакие неприятности. Донни! Донни исчез, и кто-то за это поплатится. О, точняк. Сейчас же мы покажем. Подземелье. Часть третья. Донни! Нет! Нет, Донни! Донни! Граф, отойди оттуда! Что? Ой, какая удобная штука. А если это такой телепорт сюрикен, который переносит... Мне больше интересно, как он работает. Он типа сам по себе летает, или вы кто-то спускает? Нет, кто-то скидает, наверное, типа как сюрикен какой-нибудь бумеран. И он в кого попадут, а вы попадут. Да. Странно. И смотри, и... Это телепорт в какую-то одну комнату, и туда кинули Донателло, и сейчас всех этих монстров кинут, и он будет один, короче, против всех. Да, это что подумал. А скушечек плевал к срападу. Блютика будет, он будет как этот в этом меме, где сидела маленькая девочка на диване, и 4, и 10 мужиков за это. Лео, что здесь творится? Девочка была. Неужели? Женщина? Комнелом! Нет! Эй, ты, уродец, покажи, на что способен! Типа оставшуюся, да выжившую. Да, я в восторге! Да, и что, теперь? Скорей, что бы там ни было, хуже не будет. Отличные последние слова, Лео. Бежим, бежим! Что за материал этот сделал на эти двери, если даже эти громилы не могут его пробить? Будьте готовы ко всему! Сюда нельзя заходить, это... это Некрополь, город мертвых. Я боюсь, так ты видела, там центр такой, какие-то типа полукруги, а волны вокруг, это 9 кругов до Данте. Тебе надо ближе к микрофону, это, короче, делал, что по СМР был, да. Эй, ребята, я нашел туда дорогу. Как обычно. Мне больше ничего не может быть, интересует, как они будут выбираться. Никак. По другой дороге случайно нет? А что, он в порядке. Ну, может, и не совсем. А ты кто такой? Это маг всех камней, главный чародей. Поведитель Некрополя. А, смотри, он их запустил. Да. Какой-то крязный угол, да, смотри. Ну, видите? Лео, стой! Я туда ни за что не полезу. Он нас выдержит. А включается при помощи кристалла. О! Чего вы ждете? Скорей! Вот это опасно, залезать в штуку, которая катится над лавой на одном проводе. Мне кажется, эти великаны могут этот провод порвать, типа. Ну да. Так и вообще самая штука ненадежная. Я вам же проверю. У них в целом не возникает вопроса, что делать. Что-то, что-то вообще максимально странное происходит. Ты вообще такого не помнишь? Я вообще не помню такого. Я помню, короче, вот этих монстров я вспомнил. Я как-то телек листал и вот попался на эту серию, видимо. Я такой, что-то монстры какие-то дичь, какая-то непонятная. И выключил. Что-то он странный парень. Он главный запустил, а потом, типа, и спас. А вот мы об этом говорили. Ну, сейчас их спасет, смотри. Сейчас пульет, слышь, куда? Эй, прыгаем! Куда? Повезло, повезло. Сверх! Сверх! Мне кажется, он даже на Донателло так не реагировал, который пропал. Типа, Донателло! Куда ты делался? Имба. Они такие... Именно для этого они нас и создали. Снова эти знаки. Такие же у нас... Что-то я до сих пор не понимаю. Он реально, он... Их, главное, сам впустил, монстров, а потом сам от них избавился. Я понимаю, что он от них избавился и появился сейчас перед ними. Такой, это я вас спас. Вот такой я молодец, чтобы запудрить им мозги. А сейчас что-то вообще непонятно. С дома. Судя по всему, этот город существует уже давно. Ужас. Ребята, есть средства передвижения? Ну, конечно. Что-то в этом мире есть все. Леонардо Тащер, да? Наши убежища явно построена... Мы поедем на этом. Быстрее забегайте. Мы полетим на этом. Сейчас нужно прыгать. Сейчас такой... Вот этот особняк мне нравится. Здесь, в принципе, можно остаться жить. Проекту того же архитектора. Да ладно. Думай, как найти Донни. На экскурсию потом сходим. Стойте! Там что-то мелькнуло. Лео! Подожди! Лео? Я иду туда. Лео! Что? Не торопись. Не кричи так громко. Он исчез. Как и остальные. Этот чувак, который за ними ходит, он мне напоминает доктора Дума. Из... Знаешь такого? Дума? Нет. Блин, фантастическое четверки был главный из водей. Не, я не помню такого. Такой железной маской, короче, в плаще всегда ходил. Что-то типа такого. Тоже какой-то ученый-гений. Зверь! А-а-а! Стойте, это же я! А с чего это ты вдруг забился в угол? А с чего это ты вдруг вообще втяните на ich? Да и он такой... Они такие, о боже, что это там! Он такой, ну вы чего? Это же я! я прячусь вы оставили меня одного слушай пора бы вырабатывать характер вот он они это говорят существу которых вместе со своими друзьями чуть не раскидали помню такой свет приколе мы как это фильме как он такой освещение хорош дневной свет я с ним разбираюсь рафаэль пойдем его поищем пора бы характер вырабатывать интересно что иди позевать единственный кто остался это майки который больше всех здесь боялся игру в м3 серии про него как он растет как личность ни один жалко надо добавить до времени я говорил вам в мертвом городе обитает зло нам не выбраться отсюда слушай черт здесь я буду закатывать истерики ясно причем прямо сейчас вот и уехал это же вот эти вот смотри это наши популярные электросамокаты конечно да их придумали еще до того как это стало на и стрем но я нет 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 а не советую повторять его единственное оружие это вот эта фигня походу больше ничего не умеет хотя бы издалека стреляет они бежит они бежит мы просто крик 5 до 6 крик 6 посмотрели там короче убийца у него был в руках пистолет вместо просто стреляю чтобы пострелять он побежал с пистолетом вот так вот бежал на жертву своих украшивающего горой вот теперь один остался у этой клетка типа невидимой до целом поле ну да в невиос он сон лично хочу ты вот мог главное открыть а плюнуть не может толь своей ядовид кислот д зверь в мизинце мизинец заморожен так тебя я уже видел в том кошмарном сне реально ты ему эта локация снилось еще в первой серии ничего ясновидящий получается так жуткая чёрная башня я иду к тебе бритва рук о о о нет камнелом значит это твои братья должны быть нет и зверь нет пожалуйста не трогай я с ним еще не закончил нет закончил я я выслушаешь вот-вот а ну все лысый где мои братья мэйки хорошо что ты пришел мы тебя ждали мы все ошибались насчет его да он видел как над всеми проводили эксперимент и хочет вернуть им нормальный вид в эту минуту энергия пещерной кристаллической луны производит их регенерацию внутри коконов их тела проходят генетическую перестройку а если бы он подумал что черепашки ниндзя тоже тоже монстры и он бы тоже их превратил в кого в маленьких черепашек которыми они были неразумных он мог все испортить франшизу я считаю это было бы неплохо не очень даже интересная альтернативная концовка одни из них обретут человеческое мне кажется он врет хотя с другой стороны зачем ему врать он бы и черепах мог также закинуть типа если бы задим него могущественно это хватает по сути но с другой стороны мне почему-то кажется он врет да в маске мне он больше и облик спасибо что все растолковали ребята он лжет микеланджело поверь ты здесь в безопасности этот город построен древним миролюбивым народом и я последний его представитель мы прожили в недрах земли нет живет где-то на глубине не знаю какой-то впадины и марианской у него тут и камин с одной стороны и плазменной теле связанный с ней много тысячелетий сосуществование с ней давала нам силы ибо мы не могли вынести условий внешнего мира однажды мы обнаружили жизнь на поверхности мы поставили наблюдательный пост чтобы следить за ней он то и стал недавно вашим убежищем с годами стало ясно что наша эпоха близится к закату до земля сделала свой выбор нашей расе надлежала исчезнуть сейчас я не плавание исчезли просто потому что исчезли у них ничего не случилось не не конфликта не внутренние между усобицы не войны и не болезни они такие просто ну что поделать настало наше время естественно таково наше предназначение нет никого и давно это случилось да я одинок уже много лет много лет поэтому и решил вернуть этих людей к жизни они помогут мне воссоздать мою расу не я бы на это не рассчитывал они наверняка захотят вернуться к семье друзьям нет они останутся они должны конечно они будут благодарны но я не дам городу умереть в нем так много сокровищ они должны остаться и вы тоже вот это уже не здоровая боюсь что от слишком долго в один вот вот тот создано тэлма мусулька ритма число этого парня слегка помутилась в голове я так хотел сказать что он с ума сошел за того что был долга один да наверно сошел с ума мы благодарны вам за приглашение остаться в этом чудесном мире но да мой мир чудесен здесь даже черепашки мутанты могут гулять по улицам не нужно скрываться в канализации прятать лица здесь вы можете быть самими собой звучит соблазнительно вот что я скажу в это подземелье мы никогда не переедем понял и не мечтай пойдемте освободим остальных пока почему бы ему самому не выбраться чуть он же сказал не может жить на поверхности ну не на поверхность саму но чуть ближе хотя бы к черепашкам куда-нибудь они же все равно повыше живут вон то вообще где-то на а зачем они хотят освободить монстров но я так понимаю он хочет их пройти обратно типа в людей а потому что они же неразумные но половина из них какая-то часть но так они хотя бы вернуться обратно нет а черепахи сейчас пошли такие пойдемте освободим остальных я думаю зачем надо чтобы они вылечили чтоб он их спас потом уже можно освобождать ну да а переехал бы к ним лучше тебе этого не делать примите мое предложение ибо моя связь землей велика хочу заметить что он тоже блондин корнелия блондин так я так и сказал что-то пошло не так что-то у кого-то плагиатил да спасибо достань его амулет майки черепашки он всем управляет до после того как он меня продырявить как красиво говорил то моя связь землей велика связь с кристаллом велика у каждого кусь кристалл я конечно не эксперт мне кажется на чаками пользуются нет как топором вовремя радоваться особо нечему он ведь не был злодеем просто одинокий ну в чем он виноват давайте что-нибудь найдем тяжелые проломим это грубая сила здесь не совсем нужна их можно открыть кристаллом всю поворачиваю все что не поворачивается тоже реально девушка я стала человеком идем ребята к остальным прикольно они вылечили кажется все а как они обратно пойдут там же вот этот единственный экскалатор он сломан мне больше понравилось что обычно в таких как бы в мультиках когда кто-то в кого-то там превращается у него одежда сразу есть а здесь показали как бы включится как будто она голая была и но вон у него штаны он есть все порванные какие-то но и подсомневаетесь ему они одели сомневаюсь что они эти штаны нашли в не коробку не королись рваный рваный там может склад вы но что-то я не палачу мужика так и оставишь что ли в этом мужик просто был одинок зачем его оставлять как-то я недоволен одиноким мужиков смотри они типа за пределами некрополиса больные становятся а в некрополисе нормальный то есть им все он он стал монстром как только вышел из пещеры почему в эту минуту энергия пещерной кристаллической луны и производит их регенерацию понял вот в чем причина сломаете сказал что она излучает энергию если выйти из ее зоны действия возвращать они это каждому отломить по кусочку что в прежнее состояние значит из города нам не выйти не верю он все-таки получил что хотим скоро мы все выясним дом разбирается нет вы не должны здесь оставаться кто знает сколько времени это займет сразу сдаваться не в нашем духе прошу вас вы должны вернуться к своей жизни если есть способ спастись моего отыщем я продолжу изучать кристаллы мы справимся и тогда мы вернемся обещаем спасибо ага здесь вы же здесь возможно не еды ничего нет им надо земледелие какое-то там да то скотоводничество развивать металлургию кузнецов поставить а их там всего шестеро они не справятся чтобы держать мало того что держать в подъеме целую такую город большой так еще и себя надо прокормить по чуть-чуть будет воины шредера что они здесь делают мне кажется рано или поздно эти войны найдут тех монстров заберут их себе используют против черепашек не знаете кроме меня здесь некому вопить от испуга учитель сплинтер что происходит не знаю но думаю они прочесывают туннели в поисках нас они повсюду да быть не может до убежище нам не добраться придется искать новое убежище и поскорее я знаю одно место ну и цвет лица не возражаешь мы тут у тебя поживем это маскировка под черепашек а что на ужин у тебя есть цифровое телевидение извини мисс онил мы весьма ценим ваше гостеприимство такая вот серия мне понравилось 3 3 серии трилогия получается я надеюсь этот чувак что появится которого заморозили мне кажется не все еще появится может шамшу его и нет может он сто столетия там сидел один грустил хотел просто друзей а его взяли заморозили но интересная задумка конечно какой-то город под землей с какими-то экспериментами с какими-то красными монстрами кристаллами и вообще прикольно короче мне понравилось очень сильно три серии насыщенные были лайк 100 но вновь сюжет спасибо за просмотр обязательно поддержи канал ставь лайк пиши комментарий как те серии как тебе реакция подписывайся на канал также залетай в telegram и подписывайся на boost и увидим с тобой следующее всем пока пока пока